Доброго времени суток всем, кто на них или еще собирается. Я Казимир Ностальгевич и со мной мои аргументы. В сегодняшнем выпуске 14 лет бабарыки, покушение на моего коллегу, бездеж на границе, аномальная жара у галкающей Литве, землю крестьянам, цицки дояркам, журналюги будут наказаны, журналисты будут награждены, базар для славян и многое другое, что на листах не написано. Я расскажу вам, что надо думать и как правильно это понимать. Это не мы ему дали 14, а Господь. Это ж если бы мы вовремя не сработали, то было бы как в Америке. Они дали свободу этим своим, теперь уже как там правильно говорить, афроамериканцам, так они с ума там посходили, слушайте. А этот тут свою шайку буржуев возглавил этих агробабариканцев и тихенько за ниточки их дергает мимо нашей казны. Чуть ли не Голливуд тут развел перед серьезнейшим историческим мероприятием с известным счастливым концом. Перед нашими выборами. Будет знать. Так и надо. Слушайте, 26 лет исполняется обещание однажды давшего слово нашего тогда еще кандидата, но в наших сердцах уже президента, об свободе слова и журналистике. Вот я здесь, перед вами. Какие доказательства свободы моего слова вам нужны? Воют они, эти писаки, лыгуны эти. Ну сколько можно? Тут байго, мы руки закрутили за спину и задело. Ой, ой, наша Нива, наша Нива. Ваша максимум роля. Мы этих лайдаков, которым абы что писать, тоже прижучили. Наши сыщики у оперативного прибыли к ним у логова каждому. А то по хатах пишуть и пишуть. Это ж не зря говорится, что журналисты – это четвертая власть, пятая колонна и древнейшая профессия за деньги. А платят эти соросы их и прочие американские делки в обход нашей налоговой системы. Интересов и карманов. А так это не работает, и они это прекрасно понимают. Но делают и продолжают нарушать наш закон, специально для них придуманный. Просто так языком по небу лязгать здесь никто не будет. Все, тема закрыта. Закроем и остальных. Мы и так и сказали. Анжелика, мы на тебя дело заведем, но это для дела. Значит, как получается, сначала пляшет и поет под президентский оркестр и его дудочку, выпрашивает себе то цветы у зрителя, то награды за сомнительные заслуги у искушенного маэстро. Потом, значит, пригласили на колбаску, она там завертелась и осталась. И свинтила в Москву. Но мы не горды. Пусть человек и едет, куда его приглашает. С нас не убудет. Но вот эта вот вся их женская сущность, вот только за порог и уже там хорошо, а тут, видите ли, оказывается, еле терпела, как плохо было. И давай гаукатись за границы, наши агенты отрабатывали эту певичку от Адаша по всей фамилии. И вот результат призывает всех к объединению. И ее голос, в отличие от этих демократических голосовых платформ, где все проплачено, может будет услышан всеми земляками и братьями по оружию. Во всяком случае, мы делаем на это ставку. Ва-банк пока не идем, зачем, банкир уже сидит. Но вот попробуем эту карту разыграть, а там уже дорожное подпишем. Обождите, рано, потом поблагодарите. Слушайте, одурачили, оболванили наших людей на земле. Все ж работали спокойно, ну худо-бедно, все жили прекрасно. А тут на тебе, новое слово выучили. Итальянская забастовка. Что-то вот итальянцы сами не бастуют. Вы где-то вообще видели, чтобы итальянцы бастовали? А нашим дурням на лучшие макароны свои намотали, а те и рады исполнять. Видите ли, дояркам стало жарко. Летом. Ну а как вы хотели? То им дождь урожай попортил, то туман помидоры побил, то уже жара мешает корову зацитку подергать. Мы бы их и не наказывали за этот неоговорный с председателем разгул мыслей. Но я сам через это проходил в детстве. Мы ж все от сахи, от плуга люди. Слушайте, взяла табуреточку, села под корову, а под коровой тенек. Корова ж не дурная, она ж по солнцу станет. Сиди себе цитку дай. А нет, условия им дай. Но мы и дали. Не надо нас пытаться нагнуть там, где можно самим присесть. Быстро тенек им организовали наши ребята. А ребята у нас, как говорится, кровь с молоком. Пьют, как из ведра. А кому еще жарко, так вы сообщайте. Разберемся. Это не первое покушение. Можно сказать, что когда я был совсем маленький, мой отец сделал фильм «Ненависть. Дети лжи». Ибо бандеровские националисты пытались, значит, писали, что головой твоего сына поиграют в футбол. Дожили на демократе ли дотягались со стягами по улицам до того, что моему коллеге, ну, слушайте, он же пацан еще, решили отрезать язык. А за что? За то, что им нашу правду чешут. И это ладно, если бы где-то набрыхал, он бы уже не работал. И главное, вот что это за люди такие. Даже на видео все снимали. Ну, понятно, для своих спонсоров. Но наши орлы отработали на ура, как обычно. Спасли Грыша жизнь, и сетку эфиров менять не пришлось. Парадничный человек, мужик. Они его все душат, стороной обходят, руки не подают, значит, уважают и боятся. И правильно делают. Мы своих в войне бросаем и в мирное время в обиду не дадим. Это надо понимать. Вам никогда не победить ни нашего президента, ни его сторонников. Бог наказал, я так считаю. Послав жару на Литву, что там пекло, как в аду. И понятное дело, что ищущие лучшие жизни из своих третьих, четвертых, пятых, там десятых стран идут туда, где климат им привычен. Но и не надо на наших погранцов, которые четко исполняют присягу и иные приказы, что-то там навешивать. Мы демократы. Не хотят у нас тут быть, мы никого не держим. Как говорится, чемодан, лес, Европа. И пусть они там разбираются. Сами виноваты. Нечего так красиво жить, чтоб к ним хотелось жить приехать. Вот мы как делаем. У нас политика такая. Мы могли бы уже давно всему миру нос утереть. Но мы ж белорусы. У нас внутрискромность. Она нас от мигрантов защищает. К нам не стремятся. Нас обходят. Это почему наш уважаемый Александр Обещалович только по 500 обещает. И не спешит деньги давать в руки. Ведь если бы тут зарплаты, как некоторые пищатые воют, по полторы тысячи были, то не отбиться было бы от этих ходоков. Как говорится, нам на границу замок вешать не надо. Под забором никто у нас не стоит. Другое дело, наружу просится. Вы что, хотите утечки кадров и мозгов? Нет. Вот и мы этого не допустим. Все, кому повезло родиться на этом клочке земли, здесь должны остаться. Каждый обязан, даже если сопротивляется, унести свой уклад у наш капитал. Точка. Ну пошумели все, поотказывались выступать. А базарный день никто не отменял. Мы как захотели, так оно и вышло. Все спели. Кто хотел. Кто хотел, даже сплясал. Народу было негде яблоку упасть. И никому не было ни жарко, и никто не боялся этих их выдуманных вирусов. Он даже сам рэпер, или как там их называют, этих приблатненных с тяжелым детством и отцовством, приехал сам лично на черном бумере у светлое будущее. Ибо кому руку Санэнергович пожал, тот получил и зарад, и ключи от квартиры, у которой можно складывать деньги. А остальные как себе хотят. Мели б мозги, жили б как у лося за пазухой. А так кто в тюрьме, кто с уголовкой, кто без концертов. И не надо тут политику приплетать. Все ясно как божий день. Честнее уже и быть не может. Не благодарите. Новости спорта. Мы побеждаем. И это все, что надо знать. И о погоде. Возможно, облачность, но в целом ясно, что будет дальше. До свидания. До свидания. Пиздец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова